Всем доброе утро! Мы сегодня уезжаем из Сочи в Краснодар, и я сегодня вам покажу немножко наши сборы, ну и, конечно, покажу дорогу Серпантин из города Сочи до Краснодара. Не переключайтесь, будет интересно. Погнали! Самое интересное, что нам вот выезжать, мы сказали хозяину, в 10, уже в 10 час, а у нас вот такая обстановка. Никто не одет, ничего не собрано. Да, Настенька с Мироном еще спят, и я только что встал, дети будят уже нас давно, вообще не выспались. В общем, сейчас быстро завтрак, завтраки еще вчера мы приготовили, гречку сейчас с молоком пацанам сделаем, помоем фрукты в дорогу, наведем кофе, и все, и будем отправляться в путь. Ну и, соответственно, чайничек. Еще белье собрать, вообще просто трындец. Ну, собственно, и все, мы уже все оделись, все готовы. Мы даже сделали обратно перестановку, кто смотрел первый выпуск, как мы сюда заезжали. Мы здесь сразу все передвинули, кровать к стене, чтобы было безопасно спать для Мирона. Пацанам вот здесь по краям поставили тумбочки. Ну, так сказать, для себя создали комфорт. Осталось только выносить все вещи. У нас полный пакет, полная сумка еды. Еще мы купили наших любимых орешков для ее упаковки, их с собой заберем. Купили еще здесь сочинский хлеб, который безумно вкусный. Так, белье, которое сохло, не досохло, поэтому для нее тоже отдельная сумка. Зубами не надо, ты чего? И сейчас начинаем с пацанами уже все это дело вытаскивать в машину. Что касается, ребята, квартиры, которую мы сняли, мы очень хотели вам рассказать, поделиться с вами. Нам здесь все очень понравилось. Помимо того, что здесь новый комплекс, свежий ремонт и техника бытовая, и мебель, все новое. А цена на нее всего лишь 2000 в сутки. Туда входит и уборка, то есть здесь и чисто, не так, как бывает в квартирах. Кто часто ездит, знает, как у нас люди могут сдавать жилье в аренду. И еще очень важный, немаловажный пунктик, что здесь, помимо того, что люди останавливаются, всегда есть какой-то кофе, чай, маслечко. То есть нам хозяин сразу сказал, там есть масло. То есть вам не надо покупать свою бутылку масла, чтобы приготовить, например, что-то, пожарить яичное на завтрак. И второй пункт, что очень много губок свежих лежит, средства для мытья посуду. Я с тобой обычно вожу свое все, но на этот раз мы ничего вообще не взяли. И я была вообще безумно рада, что нам ничего не надо покупать, здесь все есть. Даже в ванной комнате, посмотрите. В ванной комнате тоже есть губки, это я уже протирала, достала. И средства для уборки, то есть если вы живете там 5 дней минимум, да, 5 дней бронируете, вы можете спокойненько помыть себе раковинку там через 2 дня, когда вам нужно будет. И даже средства для купания там, шампунги, для душа, все это тоже есть. Эту квартиру мы рекомендуем, но так как мы с хозяином просто не обсудили, да, чтобы дать своим подписчикам какие-то скидки, ссылки. Но для удобства мы поделимся в гайде, в своем гайде. Мы укажем эту квартиру, ссылку на нее, где вы можете ее забронировать, потому что квартира реально классная. Все, сдали квартиру. Ну, в общем, ребят, на самом деле мы согласовали сейчас, он приехал сам лично, мы с ним согласовали, что он, в принципе, не против, что мы дадим его номер, поэтому в описании под этим видеороликом мы оставим его контакт. Ну, так же и в гайде он будет, вот, поэтому можете писать, говорить что от нас, и вам сделают на проживание хороший скидок. Ну, по крайней мере, он так обещал. Приезжайте, проверяйте, нам отпишетесь. Наша задача сейчас укомплектовать машину и будем выдвигаться. Так, ну, собственно, все. Вот так мы разместились. Закрываем эту огромнейшую лопату. Так, покажу вам салон мультиванчика. Прекрасные эти прекрасные владения. Все, подними его, Томик. Лямками не надо, вот так хотя бы так встать. Все, садитесь, пристегивайтесь. Погнали до Краснодара. Так, ну что, вот мы выскакиваем, получается, за центр Сочи. Это район Мамайка уже, и отсюда как раз начинается серпантин. Будем по нему двигаться. Смотрите, в 12. 12 мы заезжаем на него. Посмотрим, сколько по времени. Часто вас спрашивают, сколько времени уходит на серпантин. Вот засекем, да, вместе с вами. Нам эти города не интересны. Будем дальше смотреть другие. Вот тут все-таки именно начинается перевал. Все, можете сразу заметить, дорога резко прям начинает. Блять, влево-вправо. Берите с собой жвачку, берите с собой усадительный конфет, потому что на серпантине закладывают души. Вот достопримечательность. Вот здесь находится Мамайкале. Ресторан красивой природы. Кто будет в Сочи, берет сюда. Да, правильно Асика говорит. Он очень дорогой. Всегда есть карманы на всем серпантине. Сразу это озвучиваю, где можно всегда остановиться, передохнуть, выпить чашечку чая, если у вас с собой есть. Вот мы сейчас с вами вместе заезжаем в Лазаревский район. И посмотрите, какой сразу же начинается поворот. Почти 180 градусов резко в горку. И тут же еще один поворот. Реконструкция первая. Постараюсь максимально показать все реконструкции, которые сейчас здесь есть. Выпуск дорогу в Сочи можете посмотреть в закрепленном в описании под этим видео. Это мы сейчас как раз в Шаумяновке. И вот слева видите, насколько мощный был обвал. Вот его сейчас восстанавливают. Раз, два, три трактора задействованы. Да, нехило. Надеюсь, к сезону этот участок починят. Если нет, то я думаю, что здесь будет скапливаться серьезная пробочка. Вот предупредительная табличка. Осторожно, затяжной спуск. Тормози двигателем написано. А в Крыму, например, на серпантине там такие таблички тоже висят. И есть таблички «Водитель, проверь тормоза». Мы сейчас заезжаем вместе с вами в Дагомыс. Заехали в него. Здесь очень красивый пляж. Он широченный. Здесь обычно чистое море. Здесь красивый серпантин. Вот отсюда мы сейчас прям будем мощно забираться в горы. Вон в те. Надеюсь, палец у меня правильно показывает. Будет прям нехилый сейчас серпантин. И здесь постоянно пробки. Проезжаем сейчас последний светофор. И вот видите, вот гора сверху. Вот нам туда сейчас нужно будет вместе с вами забраться. Здесь прям вот начинается красота. Вид сейчас с той горы тоже будет очень клевый. Впервые вижу на серпантине вот так вот, чтобы стояли ДПСники прямо на кругу. Ну вот Белкукар впереди едет. Вот ее тормознули. И вот мы упираемся в реконструкцию. Там вот я вижу светофор. Пропускают по светофору. Вот он, амвал. Видите, туда ушло. Пол полосы получается улетело вниз. А вот знак висит, смотрите. Опасность опрокидывания. Смотрите, как автобус поворачивает. Просто прям на 180 градусов. И дорога уходит резко вниз. Но мы были свидетелями несколько раз, как здесь опрокидывались грузовые машины. Мы подъезжаем опять к знакам. Видите, что ведутся дорожные работы. Кстати, здорово, что мы вообще не стояли ни в Дагомысе, ни на серпантине возле Дагомыса нигде. Вот как-то проехали. Повезло то ли то, что будни. И время еще не вечернее. Как говорится, такое нейтральное. Здесь снова светофор. И вот та полоса, видите, как сильно улетела. Вот они укрепляют, что-то там парят, арматуры. Слушайте, жестко вообще. Вот это вот. Этот оползень произошел в том году, когда были сильные дожди и дорога просто ушла. Так, а здесь что за пробка? Слушайте, а вот в сторону Сочи видите хвост? Причем люди вот выходят даже из машин покурить. Потому что нехило. Мы, кстати, тоже могли бы сейчас... Да, ехали, как стояли, а мы ехали. А теперь, наоборот, мы едем, наверное. Смотрите, какой длинный хвост. Едем. Что двигается, будьте готовы, что на серпантине где-то обязательно постоите. Прилично постоите. Мы сейчас заезжаем в Лоу. В Лоу, где уничтожены сейчас набережные из-за штормов, эринги, которые стоят на море. Они там вообще все там последнее отдыхание, как говорится. В Лоу рекомендую заехать, посмотреть Логский храм. Посмотрите, какой необычный знак главной дороги. И вот еще один необычный знак главной дороги. Вот это мы сейчас снова на 180 градусов. Просто так вот нырк. Вот. А вот тут, видимо, было какое-то, видишь, серьезное ДТП. Вот машину забирают. Это уже второе ДТП. Вот мы сейчас едем. Вторая вот такая вот разбитая машина. Происходит из-за того, что человек за рулем неопытный, либо из-за того, что местные здесь гоняют. Гоняют очень сильно. Есть такие, которые просто через сплошную обгоняют. Создают нереально аварийные ситуации. Поэтому, кто здесь едет, будьте, конечно, внимательны. Не рекомендую ехать ночью. Вот, про что я говорил. Видите, что творит? Через сплошную ему вообще все равно. Это вот местный. Вольт 2.0 ТВР 93 регион. Зачем так делать? Вольт 2.0. Видимо. И вот впереди две машины. Еду тоже с доставкой. Вот они тоже состоят. Сколько мы едем, они ехали за мной, периодически обгоняют. аварийные ситуации. До Джубы нам осталось 143 километра. Слушайте, ну сегодня прям очень много ДПСников вообще патрулирует серпантин. Вот самосвал что-то тормознули. Прижали его. Сколько же? Четыре, по-моему, мы наблюдали. Молодец. Вот еще одна реконструкция. Также все по светофору укрепляют. Видите? А вот здесь вот, вот все ушло. Видите, сколько? Полоса прям целая в общем туда вылетела. Делают бетонное ограждение. это мы сейчас заезжаем как раз в Головинку. И самое, что еще интересное, вот в Головинке здесь есть трещины прям вот так поперек асфальта, поперек всей дороги. и они прям уже просели, просели очень сильно. Вот табличка осторожно опасный участок дороги. Вот она. Видели? Прям руксаж машина туда просела. И таких здесь две штуки. Так, мы тут постояли в небольшой пробке. Минут наверное пять опасный поворот. Видимо там тоже есть какая-то реконструкция. Сейчас посмотрим. вот знак видите 180 градусов опасность опрокидывания здесь Головинское лесничество. Ну да, вот видите там впереди я-то уже вижу сейчас покажу. Вот светофор и тоже обвал и пропускают по светофору. Слушайте в сезон трэш будет. Если ничего не успеют починить будет бэш-задница здесь. Столько времени будет стоять. Вот видите справа сетку делают они а слева обвал. Вот еще вот чуть-чуть облази и все вот этот участок точно будет перекрыт и парализует все движение. Ну сами сейчас видели масштаб. Мы остановились сейчас я покажу в каком прекрасном месте решили перекусить у нас все выспались так пойдемте я вам сразу покажу ух ты вот так мы свой бусик припарковали красота у нас будет вид на море смотрите какая красотища и очень уж красивые вот эти деревья что это кипарисы такие как смотрите как копье какое-то и лужаечка вот если б не дорога потрясающе ну вот это конечно трындец говорю про красоту и вот это жесть слушайте это же сто процентов сюда подъехал какой-то мусоровоз и все нахрен вот так вот скинул блин вообще нет слов такая великолепная природа глаза опускаешь ба-бам всегда убирайте за собой мусор и увозите не портите природу она у нас одна единственная да вот даже есть немножко сюда пройти в кусты можно заметить что здесь общественный конечно туалет грустно ладно банда моя любимая двадцатитысячная аудитория мы кушаем и едем дальше у нас есть стол шиксту такой передвижной вот так вот выкатывается и вот так вот на кнопку нажимаем он раскладывается сейчас здесь соорудим и будем кушать у нас есть бутерброды которые я с утра наделал руки дайте мне этот автомобиль безумно удобен да и волшебный волшебный да вот ты кстати в детском кресле сиди потом за этим вот видом видите у нас открывается так окошко вот и мы кушаем вот с таким вот видом на море как говорят ван лайферы дом там где припарковался вот у нас такой вот дом с видом на море как в лучших пятизвездочных отелях да поели попили как говорится красота двигаемся дальше выехали сразу знаки предупредительные что опять ремонт дороги вот у нас поворот опять почти на 180 градусов хоп блин дорожное покрытие покрытие в ямах вот он обвал можете заметить слева вот его укрепили уже но все равно дорога встреч продолжает так заезжаем вкатов ущелье нам сейчас нужно будет сделать опять поворот на 180 градусов и перебраться в те горы которые по левую руку вообще классно серпантину ехать класс это так живописно так красиво что хотя бы один раз я рекомендую это сделать но единственное что когда вы едете в первый раз вы именно насладитесь потому что дорога очень опасная она включает водителя на максимум лучше конечно пассажирам но если вы поедете сам за рулем то например в одну сторону вы прокатитесь напряженно в другую сторону вы уже все равно будете чуть расслабленнее потому что у вас будет уже представление что такое серпантин так у нас снова знаки предупреждающие вот посмотрите какая трещина сильнейшая просто вот видели что творится оп и она прям идет поперек вообще поперек всей дороги самое что интересно когда мы туда ехали я что-то так набрал скорость и скаканул на ней она особенно когда в сторону Сочи двигаешься не совсем приметная волконка здесь слева есть волконские дольмены вот мы сейчас заехали в Лазаревское и в Лазаревском что в Сочи что из Сочи вы можете немножко отдохнуть от серпантина потому что здесь дорога прямая идет вдоль берега и можно так сказать сделать перерыв но за Лазаревском уже снова начинаются виражи и вот только выехали прям из Лазаревского и дорога начинает сразу же петлять сразу же табличка предупреждающая что это опасный участок вон видите на горе отбойники и машина вон там едет вот именно туда наша задача сейчас забраться джук 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 96 километров кстати осталось едем вот он опасный поворот посмотрите какой опять необычный знак главной дороги здесь знак стоит что мы должны уступать видите это это указатель на момент овощей посмотрите какой шикс и едем резко в гору все теперь забираемся на ту вершину которую я вам показывал еще самое неприятное что может быть на серпантине это прицепиться за фурой которая едет 20 километров в час и нет возможности никакой вообще ее обогнать потому что дорога виляет петляет повсюду сплошная и без вариантов и ты вот прицепляешься и едешь за ней здесь есть таблички что должны они водитель тихохода пропусти поток машин вот они конечно где это есть возможность пропустить они естественно пропускают но вот пока едем минут наверное 15 за ней и вот все никак табличка пост ДПС сейчас он будет и здесь вот такой знаете поля с турникетами это как раз пост при въезде в Большую Сочи ну соответственно у нас сейчас будет выезде это поселок наверно Марге называется опа видите вот он Магри Магри вот ДПС табличка что нужно ехать 20 километров вообще по большому счету им все равно но когда выезжаешь они вот очень песочат тех кто выезжает точнее въезжает да в Сочи вот видишь прям до полной остановки хлопс машина чикс остановилась едет дальше вот а мы сейчас вот здесь остановимся надо переодеть Мирончика и заодно в туалет сходить мальчишку вот нам вон туда сейчас надо ух ни хера себе ты заложил ни фига он так заложил машину в Туапсинском районе дорога вообще петляет просто я не знаю без остановки здесь прям самые такие кстати обильные участки везде эти повороты на 180 градусов видно что есть эти обвалы которые свежереконструированные вот видите снова 180 и резко в пору сеточка видите от камнепадов вот опять знаки реконструкции вот здесь получается слева видите свеженько укрепили надолго лим так и сразу в пробку и там пропускают по светофору вот собственно здесь здесь что что-то здесь делают непонятно что но что-то делают и пропускают соответственно по светофору мы выезжаем из Топсы у нас всего лишь 48 километров осталось до Джупы значит до дома нам примерно 120 километров висела табличка опасный поворот и вот возможность опрокидывания так но по мне так на самом деле вот самые сильные участки серпантинные они как раз в Топсе вот делают табличку меняют на новую ага вешают новую табличку опасный поворот посмотрите какие впереди шикарные виды солнышко светит всю дорогу ехали было облачно но тепло сейчас и тепло да еще и солнышко кайф подъезжаем к Новомихайловску дальше у нас там еще Ольгинка Лермонтова и на самом деле все вот здесь вот уже самый жесткий серпантин он заканчивается все здесь видите уже такая равнинка можно разогнаться как говорится чувствовать себя хорошо дальше например если вы едете уже в сторону Краснодара например то там да там еще дорога будет вилять тоже такая небольшой серпантин где идет горячий ключ сейчас покажу вам в целом сам по себе серпантин все он закончился так смотрите по времени то я забыл сказать вот мы выехали получается в 12 12 вроде а сейчас время 15 50 и вот мы получать серпантин проехали 13 14 15 ну грубо говоря три с половиной часа уходит на преодоление серпантина но при условии что он у вас не будет стоять вот именно так как повезло нам смотрите какое море спокойное спокойное это мы заехали в Лермонтово вообще неоднократно здесь тоже отдыхали прикольный поселок вот его потрепало в том году здесь прям вообще максимально была уничтожена пляжная линия набережная все ли мощнейшие сходили с гором ну сейчас вроде потихоньку восстанавливают ну по крайней мере вот дорогу восстановили все ну по ней можно и ехать а набережную конечно нет смотри сколько вето какие кучи нас лежат живешь? так до Москвы 1440 километров а до Краснодара нам осталось 99 километров ну в принципе совсем близко и мы будем дома горы еще месяц и вот эти горы они все распустятся будут такие зеленые пышные мягкие и по этой дороге будет ехать еще интересней мы подъезжаем к горячему ключу и когда мы ехали в Сочи здесь лежал снег не полностью конечно все поля были закрыты но хватало все гробов а сейчас вот даже на вот этих вот горах уже снега нет быстренько все растаяло и вот сейчас висела табличка начало перевала вот видите внимание опасный участок дороги сейчас как раз начинает стой в горячем ключе когда вот будет вилять петлять он не такой сложный как сочинский но тем не менее он тоже заставляет включаться а вот слева можете заметить снег лежит и справа немножко лежит то есть мы сейчас поднимаемся чуть в горы и сразу же вот видите справа сколько его много еще не подтаял вот нам сейчас надо будет вон туда подниматься а вот здесь вот смотрите смотровая площадка тут люди останавливаются вешают ленточки три медведя ну вот до Краснодара нам 77 километров осталось горячий ключ 27 вот он видите горячий ключ это район выезжаем за горячий ключ до Краснодара 44 километра и посмотрите как у нас сменился вид из окна просто деревья весенние лысые нет горы все такие знаете равнины серость снова серость но надеюсь ненадолго дорога плавно переходит магистраль то есть можно ехать 130 кому нужно вот заканчивается магистраль и мы заезжаем в республику Адыгея закрыла машина немножко вид в общем мы выезжаем из Адыгеи и заезжаем в Краснодар вот мы и дома вот смотрите в 12.12 мы выехали сейчас на часах 17.23 ну то есть от города мы ехали 5 5 с копейками часов получается ну и сейчас еще плюс до дома нам ехать минут наверно 30 ну грубо говоря 6 часов но это очень классный вариант потому что серпантин вообще не стоял мы почти нигде не тормозили но обычно такого не бывает обычно это гораздо гораздо дольше в общем я считаю что нам повезло мы почти доехали можно так сказать еще минут 20-30 мы будем дома будем разбирать чемоданы огромное спасибо что посмотрели этот выпуск до конца я надеюсь вам зашла эта поездочка надеюсь вместе с нами классно прокатились впереди нас ждут новые путешествия новые приключения новые маршруты и новые места спасибо всем кто смотрит вообще в целом канал подписан и поддерживает нас в распространении видео делает лайки пишет комментариев нас уже больше 20 тысяч человек это конечно это огромная 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 цифра я буду с вами прощаться увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике если не поставили лайк прямо сейчас нажмите и до завтра до нового выпуска пока 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 Продолжение следует...